Вот так мы празднуем мой 45-летний юбилей. И это есть мой праздник, и именно здесь я вижу друзей. Их, по сути, немного, хотя, зная состояние моего тела, я пригласил всех тех, кто мне помог, но никого не было. Не знаю, что это такое, то ли наш дивный кризис, но я праздную день своего рождения, потому что это реальное состояние души после кучи терапий. А есть еще одна, и она позволяет мне жить, зная мое заболевание. И вот вам те человеки, кто меня реально любит, зная все мои косяки, потому что я живу и для них, и для вас. Но тут возникает прикольный вопрос. Для кого я работаю? Может быть, смысл моего существования для Магнитогорска закончился? Вот как-то так, господа, и получается, да? То есть, 45 лет я каждый год праздную. Каждый год праздную. В этом году, вы же понимаете, почему я праздную 45 лет, да? У меня галиобластома. Срок жизни с галиобластомой год и три месяца в России. Я, естественно, не лечусь в России. Я лечусь в других и правильных коммунистических странах. Но, как вы прекрасно понимаете, да? Может быть, я какой-то известный человек в Магнитогорске. Может быть. Но вопрос возникает. То есть, я далеко не товарищ под названием... Кобзон. Знаете такого? У него рак. Ну, вы понимаете, да? У Кобзона рак. С деньгами все в порядке. Реально, он лечится в капиталистических странах. Ну, это вперед с песней. Вот. Но в связи с тем, что в свое лечение я влупил примерно так самую малость. 100 тысяч долларов, да? Конечно, кто-то мне эти деньги дал. Ну, большая часть денег это была еще, когда доллар был по 32. То есть, грубо говоря, 80 тысяч долларов, оно в тот момент плетело. А потом уже началось. Ну, да и ладно. Вот. К сожалению, видите, какая ситуация? Да, вы, наверное, не понимаете, да? Какая у меня болячка, да? Да мне, в принципе... Ну, как бы я понимаю, что вы должны это понять. Но ваша помощь мне нужна всегда. Если вы хотите, чтобы я здесь жил. Понимаете, да? То есть, я сейчас съездил, посмотрел, ну, что-то не получилось. Не то мероприятие-то было. Вот и все. Поэтому, к сожалению, я, наверное, скоро, может быть, куда-нибудь свалю. По одной простой причине. Я живу только потому, что меня кусают пчелы. Кусают пчелы, кусают... Я пью яды скорпионов. По-другому я не могу жить в природе. То есть, возможно, в скором времени больше ничего не будет. Но в любом случае мы с вами увидимся. То есть, я это куда говорю? Я это говорю в YouTube, естественно. Вот. То есть, ребятки, ну, если даже я куда-то свиняю, да дай бог. То есть, вот сейчас мы говорим, что я прожил более пяти лет. Потому что пять лет я прожил, когда? 25-го... 27-го, точнее, марта. Я уже их прожил. Вот. То есть, сейчас я чуть-чуть больше проживаю, да? Вот. Что будет дальше, я не знаю. Но я постараюсь сделать это в связи с тем, что Господь Бог мне дает такую возможность. И вообще, если бы не Господь Бог, я бы уже, наверное, давно бы не жил. Так что, возможно, мы с вами встретимся. Может быть, это будет Россия. Может быть, другое место. А так, я сейчас пригласил тех людей, с которыми я работал, с которыми я учился в школе, с которыми я учился в институте, естественно. Больше, извините, никто ко мне не приехал. Клево? Офигенно. Так что, господа, не говорите, что у меня друзей-то много. Их немного, по сути, событий. Совсем немного. Хороших друзей.